Вышли гулять с Мелкой и Ксюшу заодно со школы забрать. Сгоняла на почту, забрала посылку. Знаете, что у нас там? Фен. Очень интересный, крутой фен для волос. Будем с вами вместе тестировать. Все расскажу, покажу. Погода сегодня классная. Уже немножко потеплела, уже не 10, хотя бы 14 градусов. Солнышко, небо ясно. Завтра уже 17, из четверга 19-20. Так что хорошо, радуемся пока тепло. Погуляем, идем в школу за Ксюшей. Много по 5 уроков, заканчивается в час. Да, чьи моя красотка, чьи мои слетки. Да, Крестюшку все завалили посылками, потому что рюкзаков везут. Сегодня две штуки, две четверки. Одна? Одна четверка, не четверка. Ему две, потому что плюс на артине в нем не требует. А, ну ладно, четверка хорошая оценка, молодец. Почему уроки не хочешь делать? Как не охота. Охот баловаться только? Да. Для чего еще детство нужно, да? Уроки какие-то? Надо баловаться, играться. С Крестюшкой развлекаться. На детской площадке играться, да? Ну ничего, быстро сделаем, будем отдыхать. Сейчас погуляем немножко. Быстро сделаем уроки, будем отдыхать. Шлетки мой. Мы козь, кстати, расплели. Кстати, расплели очень быстро. Минут за 20, наверное. Видите, какая у нас здесь интересная школа. Ну, военной подготовки, типа того. Да? Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. Тут, по-моему, с пятого класса можно заниматься девочкам и мальчикам. Она выезжала. Тут такой вертолет интересный. Там много техники, памятников. Пушки, ракеты, военные машины. Ну, прикольная такая школа. Очень интересная, да? По-моему, с пятого класса они всегда ходят в форме. Всякая техника старая, списанная уже. Вот такая вот школа. Хочешь в военную школу ходить? Да. Ну что, давайте вместе распаковывать фен. Девчонки, это фен с ионизацией. То есть тут десятки миллионов ионов, которые предотвращают пересушивание волоса. И якобы делают их гладкими, мягкими. Неудобно одной рукой. Сейчас открою, девчонки, и покажу. Вот какая коробочка внутри. Очень такая красивая. Фен очень легкий, 500 грамм. Мощность 1800 ватт. Я уже посмотрела. Отзывы великолепные. Просто вот. 4,9 из 5. Сокос, по-моему, называется фирма, если я не ошибаюсь. Если я говорю правильно. Девчонки, если кто знает, вы меня поправьте. Так, вот, смотрите. Сокос смарт-сервис модель Гидрея H5. Очень крутая модель. Там у них несколько моделей. Ионизация воздуха. Здесь у нас все по-английски. Розетка, легкость, насадка. Здесь должна быть чехольчик. Так, что у нас здесь написано? Основные характеристики. Модель, бренд. Сокос, да? 1800 ватт. Вилка. Изготовитель. Сделана в Китае. Ну, вот там прям на Алиэкспресс профессионал этот фен хвалил. Так, сейчас будем с вами распечатать. Здесь в слюду еще коробочка запечатана. Вот он, красавчик. Смотрите, это насадка для кудрявых. Я хочу попробовать сделать на коре укладку. Вот с этой насадкой, мне кажется, будет круто. Ну, посмотрим. Вот у нас насадка с двойным корпусом, чтобы мы всегда могли ее снять. Вот этот вот внешний корпус, он не нагревается. И вот он сам фен. Иди ко мне, родимый. Здесь у нас несколько температурных режимов, и производитель рекомендует их чередовать, чтобы... Опа! Там еще много всего внизу, чтобы не пересушивать волосы. Вентилятор здесь тоже какой-то крутой. Оснащен сеточкой, чтобы волосы не затягивало. И здесь тоже с сеточкой. Очень мощный, судя по отзывам говорят, кнопка включения-выключения и режимы. Здесь функция запоминания есть. То есть, если мы поочередно сушим с вами холодный, комнатный температур или горячий, он запоминает, и можно нажать кнопку умного запоминания, и он будет в этом порядке опять вам сушить волосы. Дизайн невероятно стильный. Корпус, я читала, алюминиевый, что позволяет ему быстро охлаждаться. Тут пленочка на нем. Вот такая красная розетка. Блин, так круто сделано все. Вот хочется все-таки, чтобы волосы мои страдали меньше. Почему мой выбор пал именно на такой фен? Сионизация и почитала отзывы, все так хвалят. Так, розетка обычная. И здесь, по-моему, метр восемьдесят длина штура, что тоже, кстати, очень ценно, потому что у меня вот фены, которые были, они все короткие. Невероятно короткие. Так, пока откладываем, смотрим, что здесь у нас еще в комплекте. Здесь у нас руководство по эксплуатации. Так, здесь у нас с вами коврик под фен. Вау, что-то я не обратила внимания на него, когда заказывала. Смотрите, какой классный. И сумочка дорожная. Большая. Сейчас я распечатаю и покажу. Вот красивая велюровая сумочка с производителем, с брендом. Она здесь у нас затягивается с вами с двух сторон. Классная. И вот такой вот резиновый коврик для фена. Чтобы, во-первых, он не скользил, очень удобно. Слушай, для меня это прям актуально. Я сушу волосы в ванной. Когда на машинку кладу фен в перерывах. Машинка скользкая, во-первых. Во-вторых, это ненадежно совсем. А здесь у нас получается с вами антискользящее вот такое вот покрытие. Ребристое. То есть фен положили. И он у нас с вами никуда не укатится, никуда не денется. Как здорово. Молодцы какие. Давно у меня не было хорошего добротного фена. Все время вот поломается. Куплю рублей за 600, за 900, за 1000. Поломается, куплю новый. Поломается, куплю новое. И ломаются они почти каждый год. Каждые полгода даже. Ну, надеюсь, этот прослужит долго. Конструкция такая вообще добротная. И функция классная. Ну и посмотрим, насколько бережно он будет к волосам относиться. Протестируем с вами обязательно. А так пока мне все очень нравится. Очень солидно, скажем так. Темно уже. Мы гуляем. Но, наконец-то, на нашей площадке развернули фонарь. Я два года назад просила. Видите? Два не развернули, точнее, а два вот этих рога сделали. Потому что он светил на дорогу, а площадка все получается в темноте. И вот сделали один фонарик такой. И второй вон там тоже такой. И теперь у нас хотя бы дети, бедные и несчастные, могут в холодное время года, так как темнеет рано, играть на площадке при свете. Хотела вам показать рябину красивую. Сейчас в инстаграм я ее выкладывала. Так красиво. Еще камера так здорово в темноте снимает. Отсюда вид прям классный. Такая сочная, насыщенная зелень. И она просто обвешана гроздьями. Такая красотка у нас тут стоит. Она огромная. Рябина очень высокая и раскидистая. Вообще красота. День следующий. У кого утро, всем доброе утро. Я тестирую патчи вот эти вот от Азон. От Азон. С Азона. Слушайте, там так много сыворотки. Вообще прям они плавают. Я сначала ее не сняла. Ну да, об руку. Они немножко съезжали. А сейчас они практически сухие. Все впиталось. Круто. Сейчас сниму, расскажу вам, как они. И пойдем сейчас с вами тестировать фен. Я помыла голову. И будем сейчас сушить с вами волосики. Нанесу термозащиту. Дам ей какое-то время на волосах поработать. Минут 10, да? И пойдем сушиться. У нас с сегодняшнего дня потепление немножечко. Градусов 16-17. Завтра уже 19-20. Красота. Пока погода хорошая. Хотя тучки периодически все равно ходят и ходят. Ксюша ушла в школу. Мелкая пока спит. Есть время позаниматься собой. Ну что, приступаем к сушке волос. А, по поводу патчи. Девчонки, кстати, классные. Разглаживают. Вот реально разглаживают. Вот от них я вижу эффект. От фаберликовских не видела. От них вижу. Вот смотрите, какая коробочка. В прошлом влоге я, наверное, вам их показывала. Сазон по 296 рублей 30 пар. Везе, да, получается. Не знаю, сейчас так же они стоят, нет? Работают. Вообще отлично. Мне понравилось. Прямо вот как-то мелкие мимические. Ну, разгладила. Реально разгладила. Потом на лоб еще липанула. Прекрасно. Мне понравились. Работают лучше, чем фаберликовские. Точно. Так, фен я уже включила в розетку. И, вот это, Винси, надеваем с вами вот этот вот, вот эту насадку. А что хочу сказать. Я хотела сделать кудряхи. Мне кажется, на коре будет красиво смотреться. Но потом решила, что все-таки на кудряхах я не так проверю, действительно ли он не так сильно сушит волосы. Поэтому решила, пока мы вместе с вами попробуем обычную укладку. Волосы с расчески снимаю. А потом мы с вами обязательно в следующих влогах попробуем им сделать кудряхи. Потому что очень уж интересно. Так, давайте пробовать. Сейчас буду гудеть. Посмотрим. У него какой-то, кстати, пониженный уровень шума. Так, включаем. Кнопка включения вверх. Но шумит он чуть меньше, чем мой обычный фен. Так, теперь выбор режима. Смотрите. Так, включаем. У нас с вами горит режим. По-моему, горячего воздуха. Но он горячий. Верхняя кнопка горит. Переключаем вот этой кнопкой. Вот это мощь. Это прям мощь, девчонки. Очень реально сильный поток воздуха. Вообще у меня, я думала, сильный фен. Не, нифига. Так, и третий режим сейчас попробуем. Третий режим – это холодный воздух. Значит, первый режим у нас был с вами не так сильно дуло. И такой теплый, достаточно теплый воздух. Второй режим сильнее дуло в два раза. И горячий воздух. И третий режим – холодный воздух. И потом включается режим запоминания. То есть, как я переключаю, он может потом так работать. Так, ну что, пробуем с вами сушиться. Сейчас я вам покажу еще раз, как дует. Мне очень понравилось. Как я укладываюсь, вы видели. Поэтому я вам весь процесс показывать не буду. Уже посмотрим на результат. А так классно. То есть, видите, да, он действительно очень классно. Мне прям понравилось. Сейчас, в общем, буду сушиться. Буду сушиться. Коврик здорово так на машинку этот. Вообще обалденный. Фен по нему не скользит. Ну, шикардос. Так, все, сушимся. Фен по нему не скользит. Слушайте, я вот сейчас сушу холодным воздухом. Вот этим последним режимом. И они отлично сохнут. Вообще шикарно. Потому что напор воздуха очень сильный. Если моим феном сушить холодным воздухом, я буду сушить час. Вот сейчас я только холодным. И они сохнут замечательно. Пока блестят, пока здорово. Сушимся дальше. Сушила. Ну, слушайте, да. Да. К слову сказать, я помыла волосы шампунем Ботаника. После них у меня была обмочалка. Бальзамы никакие не использовала. Только термозащита. Сейчас покажу вам потом при естественном освещении. Блестят, блестят. Маски, бальзамы никакие не делала. Обычно у меня, если я не сделаю сейчас, они очень сухие и просто мочалка. Слушайте, прикольно. Они какие-то почему-то объемные. Не могу понять. Я как бы не сушила, но объемно. Они почему-то такие вот объемнее, чем обычные. На ощупь очень мягкие. Я говорю, я без всяких масок. Они очень мягкие. Они действительно блестят. Пока мне очень нравится. Мне кажется, все-таки хороший фен, это важно. Это очень важно. Что еще хотела сказать? А, я потом сушила в интеллектуальном режиме. И знаете, прикольно. На самом деле он иногда таким прохладненьким воздухом дует. Допустим, секунд 15. Потом секунд 15 дует воздухом чуть потеплее. Вот так вот он сам чередует. Чтобы волосы мы не попортили, не пожгли. Здорово. Мне очень понравилось. Слушайте, волосики блестят. Классно все. Хотя они у меня до сих пор точно убитые, наверное. Более-менее только у корней. Поэтому мне очень понравилось. Вы знаете, разница ощутимая между моим в пределах 1000 рублей феном и вот этим чудо-агрегатом. Мне очень понравилось. Классно. Буду пробовать дальше. Обязательно в следующих логах мы с вами вот эту насадку еще попробуем. Потому что мне прям интересно. Я вчера Олю своей соседке спросила, она же брикмахер, как это делать. Она сказала, так все волосы забираем, поворот и сушим. Вот так это делается. И мы с вами обязательно попробуем. Мне кажется, тоже должно получиться очень неплохо. Ну и вот волосы при естественном освещении. Мне очень нравится результат. У меня случилось такое ощущение, что в процессе сушки, если бы я сушилась обычно своим феном после шампуня-ботаника, у меня расческа застревала в корнях. А тут она на начальном этапе застревает, когда они мокрые, да? А потом, когда ты посушишь, они как будто разглаживаются. Ну, понятно, что дело, что это фен, но учитывая то, что я сушила в основном прохладным воздухом, мне было очень странно. Вот так. Ссылку на фен и на магазин продавца оставлю под видео. Проходите и в закрепленном сообщении, скорее всего. Я результатом очень довольна. Мне прям понравилось. Надо все-таки беречь свои волосы, пока не отвалились. День следующий, утро то сне. И что могу сказать про фен? Я приятно удивлена, знаете, чем? Тем, что у меня на второй день обычно мои сухие концы не закручиваются в обратную сторону. Они не лежат так, как их уложишь. Потому что они сухие, они мертвые уже, да? А здесь, как уложила, так и есть на второй день. Поэтому я прям в шоке. И волосы вот так выглядят. Я очень довольна. Мне прям понравилось, серьезно. Будем, конечно, еще с вами тестировать кудряхи. Но это видео уже про фаберлик. Это вы уже посмотрите в предыдущих видео. Ну, вообще здорово. Вот так вот они лежат, как уложила. Для меня это очень странно, потому что обычно даже вот какое-нибудь количество масла нанесешь, не смываешь, все равно они на следующий день. Они вот так вот у меня выворачиваются, так как уже сухие. Поэтому я феном пока довольна. Вчера, кстати, сушила вечером волосы Ксюши этим феном. И все отлично. Потому что они сильно у нее спутаются. Сегодня мы с ней с утра расчесывались, и уже у нее не было дискомфортно обычно. Ай, ой, ты не терешь волосы. Ну нет, все окей. Поэтому, да, вообще, фен действительно... Чуть кого-то не изговорили. Фен хороший. Куда мы с вами сейчас едем? А мы едем с вами в стоматологию. Я не знаю, заметили вы или нет. Не очень сильно видно. У меня уже видео у Фаберлик так снимала. У меня отвалился один винир. Вот, видите? То есть передняя стенка вся. Задняя осталась. Я ведь, слава богу, целая. Думала, если сейчас следом за ним отвалятся вот эти два, это будет вообще зрелище не без слабонервных. Потому что там сточенные зубы. Вот сейчас еду в стоматологию. Может, сделаю еще один вот этот рядышком. Потому что, видите, он не совсем ровный. Посмотрю, как там по ценам. Еду туда же, где и делала. Делала где-то 4-5 лет назад. Может, и 6 даже. Наверное, 4-5, скорее всего. Сейчас спрошу ради интереса. Даже посмотрю. К тому же врачу записалась. Я кушала рыбу. Захотелось мне очень вяленый камбален. Она жесткая. И, в общем, у меня отлетел винир. Вот этот. В принципе, не очень сильно видно, если широко рот не раздевать. Но видно, тем не менее. Не знаю, заметил кто из вас, не заметил. Но никто, по крайней мере, не написал. В общем, я надеюсь, мне сейчас все быстро сделают. Мелкая, с папой, с Ксюшей. Я вам покажу тогда, что получилось. Все, девчатки, вышло. У меня даже вот тут все красное. Короче говоря, сделала винир. Губа опухла и завернулась от анестезии. Я не чувствую. Вот тут ничего. И нос даже. Смотрите. Не могу поднять. Вот один винир. И я сделала с другой стороны еще. Потому что он тоже уже был зуб некрасивый. Второй. Блин, я вообще ничего не чувствую. Короче говоря, чудно. Она такая пипец. Как вам показать? Я губу не чувствую, я не могу ее поднять. Вообще вот, девчатки, холодная картина. Теперь у меня 4 винира. Я не могу вообще. Теперь у меня 4 винира. И красота. По ценам я отдала 7 900. 3000 стоит зуб, винир. Анестезия плюс полировка. Все зубки мне отполировали. И от эти тоже передние. Вообще, эти звери вообще красота, девчонки. Здорово. На этом влог буду заканчивать. Я не могу на свою куклу. Вообще капец. Еду быстрее домой к малышке. Сейчас пойдем гулять. Мне кажется, я так смешно разговариваю. Это капец. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.